В Тюменской области срочная эвакуация жителей города Ишим из-за критического подъема уровня воды в местной реке. Власти региона просят немедленно покинуть свои дома и отправиться в безопасные районы. С собой жителям можно взять только документы и ценные вещи. В Ишиме живет около 67 тысяч человек. Тем временем растет число затопленных дворов и в Бурятии. Два жилых дома и более 470 дачных участков ушли под воду из-за затора льда на реке Селинга. Власти эвакуировали 23 человека. Накануне глава Бурятии сообщал, что паводок дошел до региона в гораздо меньших масштабах, чем в уральских регионах России. А в МЧС утверждали, что вода зашла на 46 участков. В свою очередь жители поселка Первомайский в Оренбургской области решили спасаться от потопа сами и возвели дамбу. За пять дней в круглосуточном режиме люди построили защитное сооружение длиной в полтора километра. По словам местных жителей, чиновники не только не помогали при строительстве дамбы, но и предупреждали о незаконности такого сооружения без согласования властей. Большая вода достигла Томска. Там подмывают дамбу рядом с рекой Томь в зоне Риска и Курганской области России. Местные жители обвиняют власти в бездействии и своими силами пытаются спастись от стихийного бедствия. Эту тему продолжит моя коллега Алина Шевченко. Насыпную дамбу у коммунального моста в Томске размывают весенние паводки. Большая вода дошла и туда. МЧС сообщает, что уровень реки Томь приблизился к критической отметке 8 метров 90 сантиметров. До начала насыпи опоры остается, ну, наверное, метр, может, меньше. Ну и как бы и все. Чтобы снизить поток воды и обезопасить мост, одну из дорог в Томске решили разобрать, сообщает ТАСС. Вытряхивай, чтоб легче проходило. Потом подвяжем. Уровень воды достиг критических значений и в реке Табул в Курганской области. До начала затопления там осталось всего 15 сантиметров. В области объявлен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам МЧС, под угрозой затопления 62 населенных пункта региона. В зоне риска проживают почти 19 тысяч человек. Ситуацию ухудшает дождь. Чтобы избежать несчастных случаев, в районах затопления отключают электричество. Жителей призывают эвакуироваться, взяв личные вещи и документы. В зону стихийного бедствия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям России. Борт с главой ведомства сел в Орске, который первым пострадал от половодья. Александр Куренков будет контролировать ликвидацию последствий наводнения, оказывать помощь пострадавшим и оценивать ущерб, говорится в официальном сообщении. Местные власти рапортуют, что делают все возможное. Эвакуируют пострадавших, раздают им гуманитарную помощь. Жители затопленного Оренбурга на встрече с чиновниками уже оценили их действия. Они сидят там пирожки кушают, а здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Они не работают. Мы ничего не услышали. Отойди в сторону. Отойди и перебивай меня. Я вам еще раз говорю, я еще раз говорю, не доводите, вот, народ. На лилу и поднимем всех, я вам еще раз говорю, не доводите. Так же будет с выплатами, люди. Так же будет с выплатами. Следующий год, б***ь, все, нам не выплатят. Бессовестность. Пострадавшие от паводка переживают, что государство не компенсирует материальный ущерб за испорченное имущество. Не могу, но мне никто не запрещал иметь два дома, три и пять. Я их здесь, я заработал эти деньги, сам построил. И тем, что я строил, только экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все. За заработанные деньги заплачу, за то, что построил, заплачу налоги. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописал, ты никто. А я потерялся всю жизнь, работал, б***ь. И этот котел потерял теперь все. Понимаете? Многие россияне настолько запуганы властью и репрессивными законами, что просто боятся говорить на камеру. Мне говорить про них правду. Да. Меня не прибьют, придут сюда. Те, кто осмелился говорить, на материальную помощь от государства особо не рассчитывают. Может, по 20 тысяч дадут нам. Ну, если бы дали мне 5 миллионов, я согласился бы. Хотя она мне стоит, дача, наверное, миллионов 20. Уже все осталось. Там вот на мне костюм один и второй, и одни кроссовки я в них летал. Больше ничего. Самые отчаянные жители затопленных поселков под Оренбургом за денежными компенсациями обратились сразу к Путину, записав видеообращение. Владимир Владимирович, подися! Уважаемый Владимир Владимирович Путин. Мой папа на войне, мой дом затопило. У нас, малая сестренка, негде жить. Помогите нам, пожалуйста. А жители поселка Перовский под Оренбургом, когда поняли, что вода подступает к их домам, не стали ждать помощи от государства. Они собрали около трех миллионов рублей, заказали тысячи кубометров глины, сами спроектировали и построили дамбу протяженностью в полтора километра. Работали круглосуточно. Мужчины насыпали землю, а женщины готовили им еду. По словам жителей, никакой помощи от администрации они не получили. Выплат при чрезвычайной ситуации, якобы из-за нарушения условий проживания, им тоже не предвидится. Более того, телеграм-канал БАЗа пишет, что некоторые чиновники даже грозились наказать их за самодеятельность и несогласованную постройку дамбы. Алина Шевченко. Программа «Вот так». В части Ютуба вы спрашиваете, а где же глава Орска и его семья. Так вот, мэр затопленного Орска Василий Казупица вывез свою семью из России. Сам чиновник уже признал, что его сын уехал в Саудовскую Аравию и им заявил, что гордится этим. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием. По специальности инженер-геолог. Около 10 лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. Ранее расследователи команды Алексея Навального выяснили, что сын Казупица Николай купил в Дубае квартиру стоимостью в 33 миллиона рублей и в октябре 2022 года уехал из России. Жена Казупицы-младшего ввела телеграм-канал о релокации в Саудовскую Аравию. Напомню, что в Орске из-за прорыва дамбы 5 апреля затопленными оказались тысячи домов. Как минимум один человек погиб. За несколько часов до прорыва дамбы Казупица проверял ее лично и не обнаружил никаких проблем. Продолжение следует...